всем привет сегодня правда еще рано все равно ну как рано полдесятого да но все равно это уже сказывается что город успеет я чего хотел показать этого понедельник утром у нас должно быть на улицах машин просто пробки сейчас это это такие складывал перевернулась камера я говорю что у нас городе понедельник утром всегда это пробки в особенно в сторону микроцентра все едут на работу сейчас так как эта неделя уже короткая многие люди воспользовались моментом и свалили уже даже в эту субботу воскресенье потому что работать понедельник вторник среда и теперь уже не рабочий три дня очень многие воспользовались моментом у кого особенно свой бизнес какой-нибудь знаете там он хозяин чего-то или и так сидели все закрытие потому посмотрите вот это для боя на самец это честно говоря для понедельника это просто пустой город и это не потому что у нас тут какие-то ну вот да уничьи как это называется закрыта нет у нас боя на сайте от практически все разрешено кроме футбола там кинотеатров ну такого все остальное разрешено но среди а то в сторону центра едут машины как и редко но на работу не спеши гляньте раньше вот тут пробки в это время магазины еще закрыты потому что у нас открывается в 10 в 11 таковом продавцы еще пока приходят пока еще начинает открывать свое все рано еще а а вот на работу как раз уже и не рано на работу уже как раз потому что им 10 надо быть уже в центре в офисах сидит а кому и раньше потому как раз саму пиковые время что тут у нас почем бублики для народа по 200 240 вот такой разрезанная булочкой кузова я тоже уже ходил заглядывал рыбальский магазин вчера очень долго смотрел все возможные видео про рыбалку с берега на море хочу разнообразить немножко поездки рыбалку а вы пока по наслаждайтесь городом дуэнос-айрос кто там еще смотрит наши видео смотрите магазинчики кое-какие позакрывались кое-какие наоборот по открывались вот тут вот такого более спортивного стиля открылся у нас магазин какие доски одежда все такое магазина месте в общем сегодня начну складывать уже удочки перебирать снасти разнообразить в этой поездке на море или на океан рыбалку то есть попробовать и не всевозможные штучки новое нет и и даже к новому году все готовятся у нас новый год ведь и в жару галереях еще один закрытый просто рано как я говорю наш новый год в гору 30 градусов сейчас на этой неделе будет 30 31 а через неделю может быть и вообще очень хорошая жара сегодня посмотрели на побережье тоже вроде погода восстанавливается очень красивенько хорошо сделал но город пустой это вот кто тут живет сразу гламет нашу город пустой для утреннего часа для такого это должно быть все уже не переступить вечно приезжает сюда машины ищут стоянку себе кстати насчет стоянок в буэнос-айросе правительство наше долго пытается тут пробить свою новую систему стоянок для машине имеют для частных но у них не получалось как-то на них все время там толстут подавали то тот в этом году вроде бы вроде бы сейчас они наконец-то там пробивают и сказали что снова года будет новая система стоянок для машин гуэнос-айросе в чем она будет заключаться в том что вот раньше у нас были такие штуки называли спорт и метро то есть подъезжаешь на квадрат на квартал и смотришь акте есть такие автоматы куда можно монеток набросать написать на нем сколько часов ты собираешься стоять там такая разметка и чек вы лазите это чек ложишь около стекла машины и все он проезжает эвакуатор смотрит ага чек лежит на нем написано что ты уже оплатил стоянку так в других районах вообще бесплатно к примеру ну в нашем районе и туда соседних районах и многие улицы просто бесплатные стоянки не на винидах вот эти где мы сейчас топаем а на соседних улицах и соответственно это конечно людям выгодно и так много стоянок убрали из-за того что поделали велосипедные дорожки соответственно стоять уже негде селёк первая дорожка на улице ну а теперь они решили поубирать все партины 3 вот этих автоматы и все будет через приложение на телефоне то есть ты приезжаешь где стал там что-то приложение подсоединяйся себя там денежку сняла и ты там стоишь что-то такого стиля и в разных зонах будет по-разному плане того что даже те где было бесплатно теперь будут платные стоянки приложение будет снимать денежку и вопрос там заключается в том что будут разные типа ночная плата дневная плата там выходная еще какие-то какие-то льготы но фишка в том что примеру я раньше подумал мог поставить машину бесплатно да и все и не брать хоть несколько дней а теперь надо будет платить даже за стоянку под своим домом единственное что они сказали что можно будет как бы не платить за стоянку под домом если ты стоишь не больше двух кварталов от своего дома тогда будет определять что ты живешь в этом доме твоя машина такая то есть она находится в радиусе двух кварталов то ты не платишь ну а теперь прикиньте если тут приедут еще чужие поставить и тебя не будет место за два квартала поставить за два с половиной что ты должен будешь даже за то что ты ей не пользуйся дома стоит и ты будешь платить то есть равно говорят проигрыши только пользователь правительство таким образом сказала что поднимет бабки так как у них вечная проблема с деньгами ну это по моему у всех а у нашего еще и подавно потому что наше правительство города но оппозиционное скажем так против правительства все аргентины не та партия соответственно правительство аргентины уже два раза попыталась и забирает в общем деньги которые выделялись городу теперь забирается выделяется правильный им приходится замораживать большие стройки как они сказали и находить пути как перекрыть то что забирает правительство страну города городского бюджета ну вот они находят таким образом обложить автомобилистов где бы не стоял будут сниматься денежка автоматом хоть около дома хоть не около дома это очень хорошо если ты попадешь и именно станешь около своего дома и отъедешь кто-то займет все будешь платить не знаю с этим решением не все согласны подавали пару раз суд ну вроде бы до сих пор еще его утрясает но газеты написали что уже с новогодом это будет супер силу вот так что ребятки такие наши дела это одно и второе что-то они там придумали обложить банки каким-то определенным налогом кто из банков работает буйон асайресе соответственно как бы правительство буйон асайреса тоже должен что-то там платить ну каждый пытается найти свою статью дохода но никто не хочет развивать что-то такое наподобие что было их не государственное предприятие они там чё-то на себе а ну как бы это работали и деньги государства получала нет у нас люда перераспределить чьи-то деньги в это всегда так было варенье ну во всяком случае только я тут все знают а сколько она так и было может когда-то вес тонн 200 назад может что-то было по-другому ну на данный момент так что вот города пустел и это кстати всегда так было но в этом году посмотрим где-то два месяца это знаете вот целый год допустим не найдешь где машину поставить под домом потом два месяца январь февраль прямо ходишь смотришь и радуйся пол квартала свободных мест никто никто не едет никто не забивает давайте за пойдем и вот это самый такой период свободный нету пробок потому что все за город по уезжали и этот период начинается уже сейчас то есть в принципе он уже многих начался и в эту субботу воскресенье они уже воспользовались и свалили вот через три дня и подавно еще и мы свалим ну в общем я вам немножко вынесаясь рассказал показал и рассказал наши новости вот так если тем кто ставить машине бы на сайте должны знать что как бы с правой стороне если ты едешь по улице у нас в улице основная масса это состав с односторонним движением основная реже двухсторонним но если вот я говорю про улицы с односторонним движением есть и ты едешь по улице и с правой стороны не видишь запрещающего знака ну для стоянки я имею ввиду значит на этой улице можно стоять вот как эти стоят видео с правой стороны вот и второе вот здесь нету запрещающего знака люди на монроя стоят и второе с левой стороны этой улице если вы не видите разрешающего знака а на этой улице есть вон там синенький такой над машины которая стоит вот если нет разрешающего знака состоять запрещено то есть у нас так на всякий случай то есть вот поняли да то есть предотермина до уже предопределено что справа если не запрещено то можно слева если не разрешено то запрещено у нельзя теперь это будет все равно платно даже если можно вот я в этот вопрос не до конца понял что если будет знак стоянка разрешена за нее тоже надо будет все равно плани или как пол кожи что-то покоя что платить будем совсем ладненько народ пойду собираться мне сегодня очень много вещей надо сделать в плане того что определиться наконец-то между всем выбором какие удочки с собой взять какие снасти брать какие грузки брать и все остальное хочется взять только то чем буду пользоваться потому что если начинать грузить все что я хочу а света начнет грузить все что она хочет то нам эта машина вот не поместимся мы там значит надо как у нас говорят а чекать а чекар свои хотелки а чекар типа обрезать немного обрезать свои хотелки надо взять только то чем будем пользоваться хотя по любому по любому всегда думаешь а если будет холодно а если будет тепло а если будет ветер а если будет то и половину вещей везешь тех которые даже потом не распакуешь приедешь и думаешь блин зачем она вместо занимала ее даже не вытаскивал так как устроить ладно пока